Слотокин. Королем может стать каждый. В прошлый раз он сказал о том, что речь президента разберут на цитаты, и это станет просто историческим событием. Мы помним эти уроки альтернативной истории. В этот раз вы содержательную речь увидели, услышали? Ну, если говорить о содержании, то мало что продвинулось со времен 2007 года, со времен мюнхенской речи Путина. Именно тогда он начал говорить о многополярности. Именно тогда он попытался бросить, ну, вот как та самая моська, которая сильна, потому что лает на слона. Он стал лаять на запад. Вот. В этот раз он, ну, скажем, лай его стал несколько более разнообразным. Он начал говорить о многополярности. Он начал говорить, причем, значит, заявил о том, что вот каким-то полюсом, видимо, должна стать Россия. И в основном задача была, заключалась в том, чтобы, по сути дела, обратиться ко всем изгоям планеты, ко всем тем, кого не устраивает нормальная жизнь на планете, значит, объявить каждый, ну, там, КНДР, Иран, значит, Сомали, еще какие-то страны. Вот такие вот страны, которые угрожают соседям, объявить их отдельными цивилизациями на этом основании и сказать, что нам закон не писан, потому что, ну, у нас же отдельная цивилизация, у нас тут свои правила. Логика очень простая. Значит, дедушка Хантингтон наверняка, так сказать, проклинает свою книжку «Столкновение цивилизаций», потому что вот таким образом используется его идея, что вот каждая, так сказать, урла, каждая шпана из подворотни объявляет себя самостоятельной цивилизацией и говорит, а все, мы самостоятельная цивилизация, у нас теперь, нам теперь закон не писан, поэтому мы имеем право, так сказать, делать все, что хотим. Ну, вот примерно краткое содержание этого человека, этого выступления. Ну, из таких вот, из оригинальных идей, это было заявление о том, что оказывается, оказывается, Пригожин умер не просто так, а оказывается, он обкололся наркотиками, значит, наелся героина, и, значит, они взорвали в салоне гранаты. Ну, видимо, ЧВК Вагнер известен тем, что они не умеют пользоваться гранатами, ну, люди-то никогда в жизни гранаты не держали, а тут они попали в руки, вот они взорвали сами себя. Вот очень оригинальная мысль. Я не знаю, вот я с трудом представляю себе аудиторию, целевую аудиторию этой замечательной идеи. Я пытаюсь понять, как выглядит человек, который может в это поверить, вот как он выглядит, сколько у него рук, ног, что у него, так сказать, с лицом, есть ли у него глаза, уши. Ну, вот мне хочется увидеть адресата, что называется, вот целевую аудиторию вот этого вопроса. Вот, но Путин, собственно, Путин вообще мало интересуется тем, верят ему или нет. Вот он сидит развалясь и несет вот эту вот афинею. Зачем такая версия, не знаю, но в любом случае тут уже высказывают мысли, что он специально придумал такое, чтобы все поняли, что на самом деле он убил, и вот он не собирается это скрывать. Вот, ну, это, конечно, ну, пожалуй, самое, может быть, самое такое яркое, привлекшее внимание место во всем его многочасовом словоговорении. Ну, так, все остальное, все остальное, на самом деле, еще раз, это повторение тех тест, как выражается Соловьев, которые были в 2007 году. Ну, только разница в том, что теперь это все сказано во время войны, когда уже начали реализовываться некоторые идеи, которые он тогда высказывал, и они вот привели к этому чудовищному кровавому конфликту. И еще последнее, что я по этому поводу хотел сказать, что особый оттенок, особой краски придало вот этому его валдайскому выступлению, то, что за несколько часов до этого были убиты более 50 человек, мирных граждан в поселке Гроза. И поэтому вот я, например, когда я все это смотрел, ну, работа такая, я все это прослушал, естественно, весь этот поток гнилого сознания, но это все было через несколько часов, там, если не ошибаюсь, в 13.20 была эта трагедия. Удар Искандера по кафе, где отмечали поминки жителей поселка Гроза. И вот я видел эти кадры, когда собирают тела погибших, много тела, они прям десятками лежат. И потом я увидел этого, который вышел на трибуну и начал что-то говорить. У меня было такое ощущение, что вот по этому, значит, по нему стекает кровь. Вот все это было окрашено, все это выступление было окрашено в погровые тона. И последнее, что я хочу сказать, это то, что меня поразила аудитория. Аудитория ведь там были не только, ну, понятно, Проханов, он Упы, кровавый, с ним все понятно. Киасаян, это, значит, ярко покрашенная с кровавыми, совершенно с кровавым красным лицом Симонян. Ну, это Упы, которые радуются крови. Но там же были и какие-то западные политики, западные журналисты. Ни один из них не задал, не произнес слово «гроза». Ни один из них не произнес слово «гроза». Ни один из них не сказал, а что там у вас случилось вообще? А почему более полусотни мирных граждан были убиты вашей сверхточной ракетой «Искандер»? Почему? Зачем? Зачем вы это сделали? И вы знаете, вот все-таки надо это все смотреть. Потому что создается ощущение, что ничего не меняется. Меняется. Я хорошо помню всякие прямые линии, всякие там какие-то предыдущие встречи Путина с какой-то общественностью. Но всегда находился человек, какой-нибудь человек, который по разным причинам... Ну вот был, собственно, есть украинский журналист Цымбалюк, который всегда прорывался к микрофону и задавал какие-то вопросы Путину. Всегда достаточно острые. Но не только он, были другие люди. А здесь ни одного, ни одного человека. Ну просто, понимаете, даже не из гуманизма, а просто вот из того, чтобы, ну простите, из шкурного вопроса повысить свою капитализацию. Ты же журналист. Ты же можешь на самом деле, ну не то чтобы войти в историю, но по крайней мере, так сказать, проявить журналистский профессионализм. Задав вопрос Путину, что случилось с этим поселком Гроза. Почему за несколько часов до того, как вы вышли читать доклад по безопасности, по справедливости, ведь там как раз в названии этого форума были слова «безопасность и справедливость для всех». А как с безопасностью и справедливостью для 52 людей, которых убила ваша ракета? Это безопасность, это справедливость. Ну вот, понимаете, задать этот вопрос, это же несложно. Ведь не убили бы никого, это совершенно точно. Точно не убили бы, даже не посадили бы в тюрьму. Ну просто задать этот вопрос. Ни одного, а там было много народу. Это вот это вот какое-то уже движение по лестнице, которое ведет в ад, оно очень характерно. Очень тщательно отбирается вот эта вот публика на эти форумы, все тщательнее и тщательнее. Поэтому вот это то, что, ну скажем так, не то, чтобы меня очень сильно удивило, но это то, что надо отметить обязательно. Да, практически одновременно произошла история, когда Россия запустила Искандер по территории Украины, по этому кафе-магазину, который этот момент как раз зашли люди, просто в этот же момент люди зашли в середину и прилетела ракета. И буквально за несколько часов выходит Путин и говорит... Потому что перед нами стоит по сути задача строительства нового мира. Перед ними стоит задача строительства нового мира. Это было одно из самых циничных заявлений во время этого Валдайского форума. Продолжение следует...